Короче говоря, Грэнни в реальной жизни, вторая часть предыдущей серии. Я быстро побежал к окну, в окне я увидел, что дверь закрыта снаружи, и что мне теперь делать? От испуга и шока я потерял сознание, когда очнулся я лежал снова на кровати, а моя голова болела так, как будто её кто-то сверлит. Похоже это ненормальное, пока я был без сознания, снова меня ударило. На табуретке лежала новая записка, осталось три дня. Да что все это значит? Почему именно я здесь? Я лежал и думал, как бы отсюда выбраться. Позже я заметил, что я не в своей одежде, это странное, бабка меня переодела. Несколько часов я думал, как бы отсюда выбраться. Вдруг я заметил монитор, но он был отключён, из него вообще не выходил ни один кабель. Ну и зачем мне в комнате не работающий монитор? Вдруг он включился, я испугался и закричал, на нём включилась бабка. Она сказала, ну чё, даже не надейся, тебе отсюда не уйти. Ага, ну конечно. Я пошёл проверять ещё раз двери. Дверь под занавеской была открыта. Походу эта старая карга забыла её закрыть. Я тихо вышел, чтобы посмотреть, что там. Фотографию я уже видел, это было слишком ужасно. Я подошёл к ещё одной двери. На ней было написано грубым шрифтом. Комната Мэри. Но она была закрыта. Я посмотрел, что было написано в той комнате, где я постоянно просыпался. Было написано, комната внучка. О, не-не-не-не, я на эту не подписывался. В другом конце этой большой комнаты я заметил какие-то коробки. В них было очень много книг. Ого, похоже, бабки очень плохо. Я рылся во всех этих коробках в надежде найти что-то полезное. Ух ты, я нашёл пистолет. Вот это находка. С него я могу застрелить бабку и как-то уйти. Я спрятал пистолет под кофту, а сам пошёл призывать бабку. Я зашёл в комнату, подошёл к картине. Но неоткуда-то сзади появилась бабка. И снова вырубила меня. Я опять ошнулся в этой кровати. На записке было написано «Осталось два дня». Я очень испугался, потому что не знал, что должно было произойти на финальный день. А вдруг она меня реально убьёт. Я проверили пистолет со мной. Да, он был у меня. Я пошёл к картине и снова её бросил на пол. А сам убежал и спрятался за занавеской. Я достал пистолет и ждал, когда уже придёт бабка. Где же ты, внучок? Бабка зашла в комнату. И сразу же пошла к картине. Я не раздумывая выпрыгнул из занавески и начал стрелять в бабку. Но она не умирала. Ей было всё равно. Она накинулась на меня со своим молотком. Я как мог сдерживал её удар. Но один раз она всё-таки по мне попала. Я пытался держаться на ногах. Бабка пихнула меня на кровать. Я случайно зацепил матрас и потянул его за собой. Под матрасом я нашёл шнур. Я схватил его. Каким-то образом завалил бабку на кровать и начал её придушивать. Но она как будто была бессмертная. Она ударила меня молотком. Я снова очнулся в этой кровати. На табуретке лежала новая записка. Там уже было написано «Остался один день». Мои руки начали дрожать. Я не понимал, что мне делать. Бабка была бессмертная. Я не мог никак её убить. Оставалось лишь одно – просто убежать отсюда. Я посмотрел в первое окно. Там были кусты. Я посмотрел снова во второе окно. Там я увидел дверь. Замка там уже не было. А значит, что я мог спокойно уйти. Мне нужно было снова как-то привлечь внимание бабки. Я взял стульчик и кинул его за кроватью. Я услышал, как бабка идёт ко мне. Внучок, что же ты там такое делаешь? Сам я стал около проёма. Бабка Степая не увидела меня. Когда она проходила повз меня, я пытался даже не дышать, чтобы она меня не услышала. Она подошла к стульчику. Я тихо начал идти. Но старая корга меня всё равно услышала. Я открыл выходную дверь. И вот я уже на свободе. Но сзади меня оказалась бабка. Она замахнулась на меня. Я пытался сдерживать её удар, но мне сложно. Чтобы я сдержал этот удар, тебе нужно поставить лайк и нажать на колокольчик. А также не забудь подписаться. А если мы наберём на этом видео 260 лайков, то я сделаю новую часть. Ведь бабка меня тогда не грохнет. Короче говоря, Грэни в реальной жизни. Вторая часть. Подписывайтесь на мой канал. Это мой канал. До сих пор. Продолжение следует...